Во-первых, обновление вышло в подозреваемых, обновляем игру. Во-вторых, до конца золотого пропуска осталось всего 5 дней. Ну и в-третьих, я знаю, что ты хотел увидеть питомцев на каждого персонажа таким, каким разработчики сделали маленького робо-никса. Ну и, конечно же, скоро розыгрыш на 10 золотых пропусков. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, какой на 10? На 20 золотых пропусков в честь выхода 11 сезона Suspects. И, конечно же, на этом видео розыгрыш на золотой пропуск любому моему случайному подписчику. И всё, что тебе нужно сделать, чтобы принять участие в нём, это всего лишь навсего поставить лайк на это видео, подписаться на Ангел Фокса, канал, на который ссылку я оставил для тебя в описании. Ну и, конечно же, написать любой комментарий внизу с вашим игровым ID, который находится в настройках игры. Итоги, как всегда, подведём через одно или два видео. И да, кстати, ребята, в честь годовщины нашего дискорд-сервера, на нашем сервере проводится сейчас розыгрыш на 2 золотых пропуска. Поэтому вступай в наш дискорд-сервер и там тоже участвуй. Ну а мы приступаем к теме ролика. Здарова всем подозреваемым и с вами, как всегда, Саня Слоун. И сегодня в этом видео будет очень насыщенный ролик, потому что есть о чём поговорить. Как минимум, ты задавал вопрос, может ли выпасть питомец на 55 уровне золотого пропуска. И я могу теперь ответить тебе на этот вопрос, потому что есть доказательства. Да, питомец может выпасть на 55 уровне золотого пропуска. Теперь у тебя реально есть мотивация для того, чтобы апнуть свой золотой пропуск на максимальный уровень. Ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы приступаем к разбору. Давайте теперь, ребята, обсудим, что получилось в этой обнове. Что разработчики добавили. Хотя какие разработчики? У нас всего один разраб, и тот ушёл на отпуск. В общем, разработчики завезли исправление багов и улучшили производительность. Всё. А чего вы ожидали? Новый режим? Новых персонажей? Питомцев? Не-не-не-не-не-не-не. Я тоже закатал губу. Так что вы не одни такие. Хотя новый режим должен выйти уже очень скоро. И когда он выйдет, наконец-то мы сможем поиграть во что-то новенькое. Теперь по поводу халявного питомца. Да, вы знаете, что на 55 уровне нашего золотого пропуска нам может выпасть случайно какой-то эпический костюм. Но про питомцев там речи не шло и никогда не было. Но всё равно вы задавали вопрос, и я в том числе, а может ли выпасть питомец на 55 уровне золотого пропуска, где есть случайная награда эпический костюм. Потому что наши питомцы по редкости эпики. И логично было бы предположить, что, конечно, они могут упасть. Долгое время мы не могли ответить на этот вопрос до сегодняшнего дня. Да, ребята, официально питомец может выпасть на 55 уровне золотого пропуска. Или, проще говоря, если мы зайдём в магазин, у кого из вас есть вот такая вот примерно акция, где есть эпический случайный скин, вот такая вот фиолетовая вешалочка. Вот именно с такой награды может выпасть питомец. Прикиньте, если купить эту акцию, и кому-то выпадет целых три питомца, и ещё вдобавок ко всему гарантированно один случайный питомец, потому что он есть в этой акции. В итоге можно получить четыре питомца с одной акции. Ну или просто пройти свой золотой пропуск до 55 уровня, и, возможно, с каким-то шансом получить эпического питомца. Ну и раз уж речь у нас зашла за питомцев, ребята, а последним питомцем был Робоникс, очень крутой питомец, который очень всем понравился, в том числе и мне. Мне он очень вкатил, потому что питомец реально стоящий, он стоит своих алмазов, потому что он действительно сделан добротно. Анимации и прочее, всё в нём топ. Но хотелось бы увидеть питомцев и на других персонажей в таком же стиле, как и наш Робоникс. И мой подписчик Милка прислал мне прикольные концепт-арты питомцев в стиле Робоникса на этот видос. И я просто уже горю нетерпением показать этих питомцев вам. В общем, поехали. Первый у нас залетает мини-бетси. Посмотрите, ребята, на эту маленькую, пушистую, лохматую бетси. Вот так бы она выглядела, если бы разработчики добавили робо-бетси в нашу игру. Был бы вот такой вот питомец, было бы очень круто. Кстати, в конце этого видео напиши обязательно в комментариях, какой из этих питомцев тебе понравился больше всего. Ну и, конечно же, ты можешь придумать ему своё имя, потому что имён у нас, конечно же, нет. Далее у нас, ребята, Брюс. Маленький питомец Брюс. Посмотрите, он не такой страшный, он не такой агрессивный. Он просто маленький робо-питомец. Что может быть милее, чем робо-брюс? Хотя, наверное, и есть что-то милее. И это, конечно же, мини-ванда, ребята. Посмотрите на неё просто. Ну как же можно не любоваться таким маленьким питомцем? Вы представляете, что если бы на каждого персонажа можно было получить вот такого эксклюзивного питомца чисто на него, это была бы просто имба. Это, ну я не знаю даже, это было бы очень круто посмотреть, как бы они бегали в катках, все вместе. Но это было бы реально интересно. Далее, ребята, Джейд. Фанатам Джейд посвящается. Маленький мини-питомец. Вот такой вот он прикольный. В зубе Джейд, конечно, очень мощный персонаж. Это прям имбалансный персонаж. Ну в Suspects, конечно же, наши персонажи не обладают особыми навыками. Вообще никакими навыками не обладают. Но хотя бы вот если бы они обладали вот такими вот маленькими питомцами, уже было бы круто. И Джейд сменяет у нас маленькая Донна. Ну Донна это вообще милота. Донна что в зубе, что в Suspects, это милейшее животное. Только если ты играешь на 1300+. Потому что если ты играешь в режиме для новичков, тебя могут кикнуть из лобби только потому, что у тебя большие зубы у твоего персонажа. Вот такая логика на низких уровнях. А что ты хотел? Далее у нас Зак. Да, ребята, посмотрите, маленький носорожек. Вы понимаете, что если большой носорог может пробежать по особняку и сбить просто все стены всех подозреваемых, то этот маленький носорожек даже маленький столбик не сможет сбить. Но это было бы реально очень смешно посмотреть, как бы он передвигался по нашему особняку. Далее у нас, ребята, Лари. Тот самый эксклюзивный персонаж, которого можно получить при любом донате в игру. И если бы разработчики добавили такого же питомца на Лари, типа ты покупаешь что-то, вообще любой какой-то минимальный донат со спект, получаешь Лари, и плюс к тому еще маленького вот такого вот крутого питомца, ну я думаю, донатов было бы больше. От такого питомца мы бы точно не отказались. Но подождите, ребята, там есть один из моих самых любимых. И мы до него дойдем. Луи. Ну, ребята, я не знаю, как вам, но как по мне, крыса, он и большая крыса, и маленькая крыса, сути не меняет. Крыса это есть крыса. Так что крыса, что большая, что маленькая, в любом случае, это крыса или мышь, неважно. Но вот такой вот маленький робокрысеныш был бы в тему. Далее, ребята, Мелвин, мини-Мелвин. Этот питомец, это просто какой-то эксклюзив, потому что вы знаете, что по истории таинственного особняка, единственный наследник, который претендует на все богатство мистера Козву, это козел Мелвин. И вы понимаете, что если появится такой маленький мини-питомец Мелвина, это значит, что у Мелвина теперь тоже будет свой наследник. Хотя он и не совсем живой, потому что это какой-то киборг. Но в любом случае, это уже наследник. Далее, ребята, Мило. Всем фанатам Мило посвящается. Милейший просто персонаж, ну и, в принципе, корень его слова Мило, да? Мило милый. Получается, этот питомец один из самых милых. Действительно, мой подписчик реально постарался нарисовать всех этих питомцев вот в таком вот стиле. Очень прикольно выглядит. Далее, ребята. Ну, конечно же, как же без мини-кирпичей? Ну, само собой. Теперь в нашем особняке есть большой кирпич и маленький. Кому нравится маленький питомец Молли, напишите в комментариях, потому что у Молли в реальности в игре есть питомец и это Джоуи. Но было бы неплохо увидеть маленькую Молли. Далее, ребята. Олли, да. В предыдущей анимации от одного из фан-артеров Зубы, если вы видели ее на моем канале, она в разделе Шортс, там показано, как Олли издевается над Шелли, прикольно выключая и включая ей свет, пока она делает уроки. Если ты еще не смотрел эту прикольную анимацию, обязательно посмотри, она длится всего 13 секунд. И как раз таки в честь этого я бы забрал бы маленького Олли к себе на аккаунт и, конечно же, бы купил бы его именно на Олли. Было бы реально прикольно. Далее, ребята. Маленький Пауло, маленькая зебра, зебрёныш, зебрёночек. Посмотрите, какой смешной, маленький, радостный, счастливый. Жалко, конечно, им нельзя приделать какие-то эмоции на лицо, да, на мордочку. Улыбку какую-нибудь или что-то типа того. Но в любом случае, выглядит все равно неплохо. Далее, ребята. Ну, конечно же, как же можно было обойтись без Пеппера? Это наш маленький жирафик. Конечно, шея у него не такая длинная, как у взрослого. Но в любом случае, выглядит он очень прикольно. Особенно эти маленькие ушки, рога и вот эта жёлтенькая маленькая чёвочка. Вы просто посмотрите, какой он смешной. Но я реально хочу дойти до Пигги. Потому что Пигги, это, по-моему, самое вообще топовое. Далее идём, ребята. Пигги! Ты смотри, следующая сразу же Пигги. Ну, ребята, я не знаю. Вот почему-то мне кажется, что Пигги это вообще самый топовый персонаж. Но это чисто как по мне. Мне очень нравится этот персонаж с самого начала, когда он только появился в игре. Вот просто, вот я не знаю. Но душа моя лежит именно к этому персонажу. И я бы, несмотря ни на что, забрал бы этого маленького питомца на Пигги. И бегал бы в Пигги вот просто каждую катку с этим маленьким Петом. Но это же просто, посмотрите, маленькая хрюша. Что может быть лучше маленькой хрюшки? По-моему, только большая хрюшка. Давайте далее. Рита, ребята, сезонный персонаж. Ну, посмотрите. Ну, разве не милота? Ну, разве не радостная? Так-то, если посмотреть на взрослую Риту, она выглядит очень страшно. Потому что у неё зубы, у неё такое страшное выражение морды. Но вот маленькая Рита, маленький питомец её, выглядит, ну, не так устрашающе. Он даже выглядит противоположно страху. Просто вот такой, знаете, взять его на ручки и погладить хочется. Вот такой вот маленький гионыш. Поехали дальше. О, да, ребята, маленький орёл. Вот такой вот он крошечный. Настолько маленький, что Стиву просто приходится прикармливать его маленькими червячками, чтобы он вырос. Хотя мы знаем, что питомцы в нашей игре никогда не вырастают. И он всегда будет таким вот маленьким пернатым клювастым орлом. Хотел бы себе такого питомца бесплатно. Прикинь бы, да, разработчики на каждого персонажа раздавали бы таких петов. Было бы реально круто. Далее, ребята, маленький Тони, ребята. Посмотрите на него. Но всё равно мне кажется, что вот этот маленький Тони, он очень похож на большого взрослого. Не знаю почему, единственное, что разница только вот в ногах, да, и в его туловище. Но так очень, кстати, похож на взрослого. Как по мне, это, конечно, не самый лучший питомец из всех тех, которых мы пока что видели. Но всё равно выглядит достойно. Может быть, тебе понравился именно Тони. Я не знаю, буду читать комментарии и узнаю. Далее. Ребята, посмотрите, маленькие фази. Знаете, что вот мне кажется? Мне кажется, бровки нужно было сделать чуть-чуть поменьше. Знаете, как будто бы они только начинают расти. Потому что он ещё маленький, да. Вот этот маленький клювик, маленькие бровки. Вообще, был бы маленький пингвинёныш. Было бы очень прикольно. Блин, ну как хочется посмотреть на этих маленьких питомцев именно в игре. Чтобы у каждого персонажа был свой питомец. И можно было побегать, понаблюдать за ними. Было бы реально очень прикольно. Далее, ребята, маленький толстый Фил. Фиолетовый. Кстати, кто не знает, ребята, Фил раньше был оранжевым. Но после некоторых доработок он стал вот таким вот фиолетовым. У него было две вариации. Оранжевый и фиолетовый. В итоге разработчики оставили фиолетового. И теперь мы можем любоваться маленьким совёнком Филом. Робофилом в нашей игре. Если бы реально разработчики добавили хотя бы одного из этих питомцев. И вообще, в принципе, надо подкинуть им эту идею, чтобы они взяли себе на вооружение. Добавлять питомцев для каждого персонажа. А почему нет? Реально же питомцы выглядят очень достойно. Далее, ребята. Маленький Фрэнк. Посмотрите на него. Ну, вот Фрэнк выглядит очень круто. Он, в принципе, его моделька взрослого выглядит огромной. В принципе, и маленький он тоже не маленький. Он тоже выглядит огромным. Но вот этот маленький хоботок это просто нечто. Я знаю, кому-то из вас точно нравится Фрэнк. Я очень часто вижу его в катках. Далее, ребята. Маленький Чипи. Ну, вот, ну, вот, я не знаю. После Никса, Пиги, вот, да. Есть Пиги, маленький питомец, вот как по мне, да. Есть Никс, маленький питомец. Ну, потому что мы уже к нему привыкли. И реально, ну, Чипи, просто посмотрите, какой топовый маленький кролёныш. Просто, ну, что это такое? Ну, как можно не любить такого маленького питомца? Это же просто милота просто. Я не знаю. Такого питомца точно многие из вас бы хотели бы. Ну, потому что, ну, Чипи, это Чипи. Просто, это стандарт, как бы, понимаете. Это просто вот, ну это стопроцентный варик просто Выходит Чипи, все его хотят Все, тут как бы вопросы просто отпадают Далее идем, ребята Маленький Яра Да, вот такой вот маленький шкодник Яра, который бегает, клюет всех вокруг Он может тихонечко прокраситься кому-нибудь, даже к той же самой Пиге Или даже к Молле И цапнуть ее за хвост И самый прикол в том, что никто его даже не заметит Вот такой вот маленький прикольный Яра Пока что это все питомцы, которых я хотел вам показать Конечно же есть еще больше Но на дно видео они просто все не влезут Напиши обязательно в комментариях Какого бы питомца из тех, которых ты сегодня видел Хотел бы ты забрать к себе на аккаунт Или хотя бы чтобы разработчики добавили в игру Возможно они так и поступят Ну а теперь, ребята, настало время рассказать вам про розыгрыш На 20 золотых пропусков В честь выхода 11 сезона Соспект Через 5 дней у нас наступает 11 сезон Это не стопроцентный вариант Но почему-то мне кажется, что это будет именно ехидно Потому что это будет огромная коллаборация вместе с Зубой Кстати, Зубу начинают очень круто обновлять Прям вливают туда и вливают денежные средства И Зуба меняется просто на глазах Я реально уже не узнаю эту игру Но речь сейчас не об этом Опять же таки, мы вместе с Магнифициентом Хотим организовать для вас розыгрыш На 20 золотых пропусков совместно Как это было в прошлый раз Поэтому ожидайте топовый розыгрыш На 20 золотых пропусков А также, конечно же, подписывайся на канал Ангел Фокса Для того, чтобы выиграть 240 алмазов на свой аккаунт Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун Всем спасибо за просмотр И увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok